В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Продаются елочные игрушки. Как за невинным объявлением может скрываться целый наркотрафик или предложение заработать незаконным путем? Пьяные мстители. Как разборка на кулаках привела к тройному убийству и сокрытию следов преступления? Для памяти заборов нет. В исправительной колонии номер 2 появился памятник сотрудникам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Благодаря всеобщей компьютеризации сегодня все, что угодно можно продать или купить через интернет. Товар сам преодолеет границы и доберется до адресата, будь то фирменная одежда, модные телефоны или, например, массажер для ног. Впрочем, многие предпочитают миновать таких посредников, как почта, и находят клиентов, которые самостоятельно заберут покупку из условленного места. Жительница города Рязани грозит до 8 лет лишения свободы за продажу наркотиков через интернет. Женщина была задержана в августе этого года. По данным ведомства, ряд злоумышленников размещали в сеть информацию о продаже, например, елочных игрушек. Клиенты, зная, что кроется за невинным объявлением, переводили деньги на электронный кошелек продавца, после чего получали сообщение с адресом так называемой закладки. Пакетики с наркотиками оставляли либо сам продавец, либо курьеры. А это уже оперативное видео с задержанием 17-летнего подростка. Молодой человек был остановлен в одном из торговых центров Рязани. Его рюкзак буквально набит пакетиками с разноцветными порошками. Экспертиза установила два вида сильнодействующих синтетических наркотиков. В обязанности юноши входила как раз закладка небольших партий наркотиков. Указания получал тоже через интернет. Денежное вознаграждение гарантировалось за прогулку по городу в поисках укромных мест и за контрольный звонок организатору сбыта. То есть закладки ты делаешь сам к своему усмотрению, где захочешь? Да. А эти места закладки к себе задаешь основному, кто сбывает его? Ну, не знаю, кто официальный представитель, наверное, магазина. За это что ты имеешь? Деньги. Какие? Сколько? 180 рублей закладка. На втором месяце идет оклад 20 тысяч рублей, на третий месяц 50 тысяч рублей. А где и сколько ты закладок делаешь? Вообще, ну, его требования 20-30. Кстати, эту не пыльную, но противозаконную работу парень тоже нашел через интернет. Так что имейте в виду, что гибкий график и частичная занятость – это далеко не все, на что стоит обращать внимание при трудоустройстве. Многим кажется, что весело подшутить над человеком, который тебя не видит. Телефонный хулиган различных мастей так часто озадачивали собеседников, что сами себя стали называть пранкерами. В переводе с английского это слово означает «проделка» или «шалость». К сожалению, основными жертвами пранкеры выбирают экстренные службы города. Во-первых, звонки туда бесплатные. Во-вторых, многие твердо уверены в своей безнаказанности и считают, что никто ловить их не будет. Ведь работа людей на том конце провода принимать сообщения от граждан. Шутки шутками, а это уже телефонный терроризм. И за такой грозит реальный уголовный срок. На днях взрослый мужчина сообщил, что заминировал город Рязань. Звонок поступил ночью на номер телефона экстренных служб. Сообщение, как полагается, зафиксировали и передали в дежурную часть регионального УМВД. 30-летний злоумышленник явно не ожидал, что его так быстро вычислят. Пояснил, что именно он осуществлял эти телефонные звонки с той целью, чтобы насолить своему отцу. Данный гражданин дал признательные показания. Звонки осуществлялся с своего сотого телефона. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хищение. Хочется напомнить всем, кого по ночам мучает бессонница, что сотрудники полиции тоже не дремлют. И за подобные шутки придется отвечать по закону. Еще в мае в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось усилить наказание за контрабанду, производство и реализацию контрафактной алкогольной и табачной продукции. Речь шла о том, что любой обман потребителей, даже такой, как обвешивание, должен быть взят на карандаш, а виновников обязательно стоит наказать. Реализация только контрафактного алкоголя наносит огромный ущерб экономике региона. А самое главное – это вред здоровью и угроза для жизни людей. Но, похоже, ни продавцов, ни покупателей это не смущает. В полицию поступила информация о том, что в магазине на улице Третьей Бутырки продается алкогольная продукция ненадлежащего качества. Полицейские организовали проверочную закупку, в ходе которой выяснилось, что подозрения не напрасны. К счастью, 70 литров спиртного, изготовленного и разлитого кустарным способом, уже не попадут на праздничные столы рязанцев. На данной алкогольной продукции нанесена специальная цивилизная марка, которая должна быть нанесена на всех спиртно-сидиарщих алкогольных продукциях, которые реализуются на территории цивилизации. Но сразу видно, что, первое, что бросается в глаза, наклеено непроизводственным, как на производстве. Видите, как отклеивается легко. Отсутствуют защитные волокна, которые так аналогичные, которые имеют на денежных средствах, грубо говоря. Полностью матового цвета на половине образцов у нас имеется нижняя полоса, которая полностью просто серебристая, а должна переливаться. Вот только когда душа требует праздника, мало кто смотрит на детали. Единственная надпись, которую внимательно изучают покупатели, к сожалению, стоимость товара. И даже заподозрив неладное, редко кто пойдет в другой магазин. Образцы, изъятые в этом магазине продукции, направлены на исследование, а в отношении нечистоплотного предпринимателя будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. В следующем происшествии очень сложно разобраться. Очевидно, одно виновьему пагубной привычки его участников. На днях на берегу реки Близ села Пушкари Михайловского района были найдены тела троих мужчин 75-го и 77-го годов рождения. Оружием убийства стал нож. В тот же день был задержан и предполагаемый виновник. По данным следствия, в ночь на 20 сентября в поселке Электрострой Михайловского района 40-летний подозреваемый вместе со своим знакомым в гараже распивали спиртные напитки. Этой же ночью к ним с целью выяснения отношений в гараж прибыли три местных жителей и их знакомые. Поводом для визита стал состоявшийся накануне между одним из визитеров и одним из выпивавших в гараже мужчин конфликт на почве личных неприязненных отношений. Между присутствующими мужчинами вновь произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе драки подозреваемый нанес визитерам удары ножом. От полученных телесных повреждений все трое потерпевших скончались на месте преступления. С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый совместно со своим знакомым, который был вместе с ним в гараже, поместили трупы погибших в автомобиль и вывезли на берег реки, где и оставили их в зарослях кустарника. Неофициальная подробная версия, куда занятнее протокольные. Появилась информация, что подозреваемые с приятелем, предварительно выпив, решили навести порядок и наказать местных наркоманов, которые, разъезжая по поселку, едва не задавили ребенка. Они с кулаками заявились домой сначала к одному из них, затем навестили второго и с чувством выполненного долга вернулись в гараж. Однако избитые взяли на подмогу третьего приятеля и, вооружившись лопатой, монтировкой и электрошокером, пришли мстить. Без лишних слов они шибли током сначала 40-летнего водителя, а потом лопатой и его 39-летнего товарища. Потерявших сознание мужчин, нападавшие скинули в трехметровый погреб, облили соляркой и попытались поджечь с помощью горящей бумаги, но затея провалилась. Тогда они спустили в подвал лестницу и заставили подняться наверх более молодого мужчину. В это время пришедший в сознание водитель, лежа в яме, пытался хоть до кого-нибудь дозвониться, чтобы позвать на помощь, но сети не было. По словам мужчины, он слышал, как наверху избивают его товарища и договариваются разделаться и с ним. Пришлось выживать. Он сумел отобрать нож и зарезал нападавших. И это лишь предварительная версия случившегося. Следователи выясняют, насколько она правдива. Подозреваемый под стражей, а в отношении его приятеля, помогавшего вывозить трупы, возбуждено уголовное дело по статье «Укрывательство преступления». На минувшей неделе наша съемочная группа в очередной раз посетила исправительную колонию номер 2. Это учреждение является не только лидером по производству сеноуборочной техники, но и новатором в плане многих культурных мероприятий. Например, впервые в истории уголовно-исполнительной системы там были проведены интеллектуальные игры «Что, где, когда» и творческий конкурс «Играй гармонь». На этот раз информационным поводом стало открытие мемориала в память о сотрудниках колонии, участниках Великой Отечественной войны. Имена, высеченные на камне, красная ленточка и цветы в руках у гостей, бывают и здесь, за колючей проволокой. От заключенных, совершающих свои привычные эмоционы, не звука. Они лишь искоса наблюдают за торжественным процессом. Это исполнение заповедей Христовой. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя. То есть вот это самопожертвование – это самый величайший подвиг. Поэтому церковь благословляет православных воинов на защиту Отечества. По словам собравшихся, человеческая память тема хороша, что для нее не существует высоких заборов, тяжелых замков и предрассудков. Конечно, обязательно нужно. Это чудесное событие. Я думаю, это все-таки в людях будет развивать патриотизм, так скажем. Поэтому мы должны понимать, что мы живы благодаря тем людям, которые выиграли войну. Я так считаю. Несколько лет назад подобный памятник павшим воинам появился на территории исправительной колонии номер 6. Эффект прежде всего воспитательный. И у сотрудников, и у осужденных в свое время деды отважно воевали на полях сражений. Это не только память, запечатленная в камне. Это еще очень серьезный объект культурного наследия на территории колонии. Мы обязательно здесь будем проводить различные мероприятия, как с сотрудниками, так и с осужденным, к различным датам, посвященным Великой Отечественной войне. Воспользовавшись случаем, мы решили сделать акценты еще на одном моменте. На Ниве помощи заключенным всегда выделялись усилия церкви. И это неудивительно, потому что протягивает руку оступившимся для христиан прямое исполнение долга. На Руси у архиереев была даже возможность способствовать скорейшему освобождению немощных и покаявшихся. Вот есть такая поговорка «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Вот, к сожалению, мужик начинает креститься и вспоминать о Боге только когда грянет гром, когда придет какая-нибудь беда. И многие из этих людей, которые сюда попали, вот это потрясение, которое произошло, заставило их задуматься. К сожалению, не все, конечно. Но у всех есть возможность сюда прийти. Но считать, что раз преступник покаялся и с прошлым покончено навсегда – большое заблуждение. Обращение заключенного к Богу происходит гораздо сложнее, чем мы себе это представляем. Есть искренние, кто сразу порывает с миром дружков и в тюрьме, и за периметром. Вторые горят желанием начать новую жизнь, но за воротами зоны ветер свободы снова уносит их на преступный путь. Они рады время от времени заглянуть в церковь, но больше за этим ничего не стоит. Еще одна категория – так называемые приспособленцы – люди, которые движимы минутой. На уме только одно – обвести народ с выгодой для себя. Священнослужители на зонах насмотрелись на разных прихожан. Многие осужденные просто не находят иного мотива остановиться, как поверить во что-то. И это часто помогает. Вот вы знаете такое понятие, как рецидив. Рецидивист, когда человек выходит, а потом совершает опять преступление, опять садится в тюрьму. И я могу точно сказать, что среди тех людей, которые здесь воцерковились, которые пришли в храм, которые начали верить Богу и молиться, количество вот этих рецидивов в процентном отношении будет несравненно меньше, чем среди всех остальных. Потому что у них уже появляется смысл жизни совсем другой. Николай Римский из города Скопина. Он уже 7 лет отбывает на Казани, и его пребывание на зоне не так уж монотонно. Это видно уже потому, что он помогает по мере возможности в различных мероприятиях, выступает в местном вокально-инструментальном коллективе и тоже ходит в церковь. Ну, как бы утешение. Все-таки вера здесь разгорается, какие-то надежды. Да и надо мне ходить. Я все-таки не из лучших людей, поэтому утешение, да, помощь. От Бога. Он не из тех, кто пришел к церкви в одночасье. Возможно, не очень понимая зачем, но и на воле посещал храмы. Кто вас ждет дома? Жена. Мать тяжелая еще. Что говорят вам? Что советуют? Ну, советуют, как и все любящие люди, исправляться, выходить на волю побыстрее. А долго еще? Еще 4, да. За кадром Николай сказал очень мудрую вещь. Стоит пересмотреть свою жизнь и ценности только потому, что есть женщина, которая все эти годы в него верит и с нетерпением ждет возвращения. Этим могут похвастаться далеко не все сокамерники. Я вас люблю. Будем стараться быстрее освободиться. Попавшие сюда проходят несколько ступеней реабилитации. В последнее время за решеткой оказывается большое количество наркоманов. Нетрудно представить, сколько времени уходит только нововведение их и состояние ломки. Над этим работает отдельная психологическая служба. Здесь надо учитывать специфику нашей колонии. У нас колония строгого режима для осужденных, уже ранее отбывавших наказаний в местах лишения свободы. Поэтому очень уж молодых у нас практически нет. В основном контингент среднего возраста. Многие из осужденных посигнули на самую главную ценность – чужую жизнь. Появившийся мемориал – прекрасное напоминание, что хорошими, достойными людьми можно стать даже тогда, когда вокруг нет ничего человеческого. Если наши деды не очерствели после увиденного на самой кровопролитной войне и в фашистских тюрьмах, откуда редко возвращались, то у нас-то точно есть шанс стать их достойными потомками. Редактор субтитров А.Семкин